Всем привет! В эфире Универньюз и ее ведущая я, Анастасия Иванова. О самых интересных студенческих новостях расскажу сегодня в выпуске. 2-й международный форум предпринимательского образования в быстроразвивающихся обществах открылся в Казахстанском Алматы. Среди тем, обсуждаемых на форуме, был рассмотрен опыт Казанского федерального университета. Подробности у нашего корреспондента. 2-й международный форум предпринимательского образования в быстроразвивающихся обществах трансформации ценностей в Алматы, где представил новую модель развития Казанского университета. Начиная доклад, Ильшат Гафуров рассказал о месте, которое занимает университет в Казани в системе высшего образования России, так и по качеству инфраструктурного оснащения и по масштабу возложенных на ВУЗ задач, что помогает участвовать в приоритетных проектах правительства Российской Федерации. От программы повышения глобальной конкурентоспособности российских ВУЗов 5.100 до проекта «Экспорт российского образования» и ВУЗы как центр пространства создания инноваций. Масштабная дискуссионная площадка собрала вместе ведущих экспертов в области науки и образования, ориентированных на внедрение в классические процессы обучения новых бизнес-моделей. И опыт Казанского университета по интеграции с бизнесом стал объектом повышенного внимания гостей из разных стран. Аделя Шамилова, Универньюз. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Равкатович Гафуров и гендиректор компании ICL Виктор Дичков подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подразумевает развитие партнерства в сфере научно-технологических проектов, а также подготовку и переподготовку кадров в области инжиниринга и IT-технологий. Встреча прошла в рамках торжественной церемонии открытия технопарка на территории Лаишевского муниципального района, в которой, кстати, принял участие президент Республики Татарстан Рустам Нургалевич Мениханов. А теперь к другим новостям. То, о чем раньше могли мечтать только писатели фантастических романов, начинает появляться в реальной жизни. Технологии не стоят на месте, и каждый день появляется что-то новое. А идея создания умных городов уже не кажется такой далекой. Идея создания умных городов не нова. Только представьте, как в вашем городе появился автоматизированный транспорт. А ведь еще несколько лет назад это казалось невозможным. Но уже сейчас такой транспорт проходит успешные испытания. 29 мая в Инженерном институте Казанского федерального университета состоялась экскурсия, на которой была представлена система беспилотного транспорта, разработанного Казанским университетом совместно с КАМАЗом. Оценить такое взаимодействие приехал руководитель бюджетного учреждения безопасности дорожного движения Ревкат Мениханов. А саму экскурсию провел ректор университета Ильшат Гафуров. Автомобили, разработанные в университете, способны ориентироваться на бездорожье, не оборудованном разметкой и дорожными знаками. А кроме этого в КФУ разрабатываются и другие элементы инфраструктуры умного города, прототипы которых создают также в Казани. Единственная сложность – необходимость территории, где все элементы умного города начнут свою работу. Ильшат Гафуров предложил использовать для этого территорию студенческого кампуса деревни Универсиады, ведь там уже созданы все условия. 24 апреля Дмитрий Медведев поручил начать тестирование технологии инфраструктуры для движения беспилотного и электрического транспорта. А это говорит о том, что беспилотные автомобили – это уже ближайшее будущее. Олег Ашин, Ленардо Валерьяров, Универньюс. В школах по всей стране для сотен тысяч старшеклассников прозвучал последний звонок. Начались первые экзамены и, конечно же, прием не только в университеты, но и в лицее. В 2018 году количество свободных мест в лицее имени Лобачевского Казанского Федерального составило 80 человек. О том, как поступить в лицее и подготовиться к вступительным испытаниям, смотрю в сюжете Дианы Шиловой. Лицея имени Лобачевского и эти лицаи Казанского Федерального университета вошли в число лучших школ России по конкурентоспособности выпускников. Рейтинг составило агентство РАЭКС. Эксперт РАЭКС – это российское кредитное рейтинговое агентство, занимается присвоением рейтингов, а также исследовательской коммуникационной деятельностью. На 32-м месте разместился IT-лицей КФУ. На 56-м месте – лицей КФУ имени Николая Ивановича Лобачевского. Школа, вошедшая в топ-100 рейтинга по конкурентоспособности выпускников, демонстрирует высокий уровень качества образования. Ежегодно лицей имени Лобачевского осуществляет прием в 6-9 классы. Для того, чтобы нести гордо звание лицеиста, нужно было сдать вступительные экзамены. Мы принимаем детей в 6-й, в 7-й, в 8-й классы. И желающие поступить в лицее сдают вступительные испытания. Конкурсный отбор проходит по предметам математика, русский язык. Для тех, кто поступает в 8-й класс, конечно же, физика. Стоит отметить, что победители и призеров региональных олимпиад по математике, физике и информатике принимают вне конкурсной основы. На основном положении о приеме лицей проходит вне конкурса. И, конечно же, они составят основной костяк олимпиадного клуба лицея 2.0. В этом году число свободных мест составило 80 человек. Это связано с тем, что в 2018 году из лицея выпускается 80 11-классников. В этом году мы выпускаем всего 80 выпускников. И, соответственно, количество людей, которых мы можем пригласить к нам в лицейное обучение, тоже 80. Но при этом конкурс составил 13,5 человек на место. Если же кто-то не успел подать заявление или не прошел конкурсный отбор, то есть возможность посещать кружки и курсы, проводимые лицей имени Лобачевского КФУ. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универньюс. В отделе редких рукописей большое внимание уделяется археографическому поиску и хранению книжных памятников. О том, кто посетил музей и с какой целью, смотрите в следующем сюжете. Отдел рукописей и редких книг Музея имени Лобачевского Казанского Федерального университета посетил главный секретарь организации договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа. Данный отдел является центром по обеспечению доступа и изучению коллекции книжных памятников, состоящей из восточных, русских и западноевропейских рукописей исключительных книг. Очень люблю историю, историю в том числе и Орды, что очень важно, с чего начиналось в Руси. Поэтому, конечно, для меня очень интересны вот такие места, где хранятся древние книги, где хранятся наши знания, есть что узнать, для себя интересное. А вы знаете, что самое главное – это получение знаний. Чем вы сейчас и занимаетесь в университете. И чем больше знаний вы получите, тем, наверное, легче вам будет и интереснее жить. Диляра Софиульна, Леонард Довлетяров, Универньюз. Казанские волонтеры Чемпионата мира по футболу 2018 уже готовы встречать спортивный праздник. Для показа их готовности организована программа «Городские волонтеры». 30 мая в волонтерском центре Поволжской академии физкультуры и спорта состоялась долгожданная презентация программы «Городские волонтеры Чемпионата мира по футболу 2018». С приветственным словом выступила дирекция спортивных и социальных проектов, рассказав о том, кто такие городские волонтеры и в чем их важность. Вы самые главные люди Чемпионата мира. Волонтеры, которые в ежедневном режиме будут встречать гостей, как сегодня уже говорилось, и в аэропорту, и на вокзале, и на стадионах. Вы те люди, которые в ежедневном режиме встречаетесь и общаетесь с людьми. Это очень важно, это безумно важно, потому что именно по вам будут судить о городе в целом. Не только про футболе, люди приезжают не только за спортивными эмоциями, они, безусловно, пойдут по нашему красивому городу. Заявочная кампания по набору городских волонтеров в городе Казани на Кубок конфедерации и Чемпионат мира по футболу 2018 была организована полтора года назад. Для участия в качестве волонтера онлайн-заявку подали более трех тысяч человек. Из них отобрали всего тысячу самых лучших, часть из которых сегодня и приняла участие в презентации. Студент Казанского федерального университета, будущий дипломат из Африки, рассказал, что собирается оттачивать свои навыки коммуникации во время футбольных матчей. У меня пока еще все не точно выделено, но я буду работать с зрителями. Скорее всего, либо направить людей, дать какую-то информацию, работать в камерохранении. Вот такими работами я буду заниматься. В рамках мероприятия была представлена новая экипировка для городских волонтеров. Футболка с эмблемой Мундиале и надписью «Волонтер», брюки-трансформеры, легкая ветровка, бейсболка и рюкзак – все в светло-голубых тонах. Также волонтерам удалось продегустировать национальные татарские блюда, которые будут предоставляться волонтерам на протяжении всего чемпионата. В разнообразное и сытное меню на каждый день входят чечевичный суп, рис с рыбной котлетой, салаты с капустой и моркови, чак-чака, леш, бекен с капустой и многое другое. Но все это лишь приятное дополнение к тому, что ждет волонтеров на самом чемпионате. А это буря эмоций, новые знакомства и приятные воспоминания. Мария Пенигина, Владимир Нелюбин, Универньюз.